Проспект «50 лет октября» в пролетарском районе Твери будет назван в честь первого секретаря Калининского обкома КПСС Николая Корыткова. Соответствующее решение было одобрено депутатами городской думы на внеочередном заседании. Отметим, что дискуссия по данному вопросу выдалась оживленной. Тем не менее, большинством голосов инициативу о переименовании народные избранники поддержали. Также депутаты обсудили ряд других вопросов. За всем этим наблюдал Никита Васильев. Фигуры Николая Гавриловича Корыткова для Твери и Тверской области значат очень много. Почетный гражданин столицы Верхней Волжья, советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Калининского обкома КПСС, он руководил Калининской областью 18 лет. Николай Корытков вошел в историю как человек, по сути, построивший Калинин. Николай Корытков, как совершенно произведение было сказано, это десятки и сотни предприятий, это тысячи и десятки тысяч рабочих мест. Я тоже приведу один небольшой пример, который позволит себе. Три тысячи заасфортированных километров дорог было построено, когда область руководилась Николая Гавриловича. Каждый районный центр был прищеплен, извините за наведом, к областному центру асфортированной дороги. Инициатива назвать одну из ключевых автомагистралей пролетарского района Твери в честь Николая Корыткова впервые была озвучена осенью этого года. А во вторник, 15 декабря, вопрос был вынесен на рассмотрение в рамках неочередного пленарного заседания Тверской городской думы. Обсуждение этой темы у народных избранников заняло почти час. По итогу было вынесено решение. Большинством голосов переименование проспекта 50 лет октября в проспект Корыткова было одобрено. Для города это значит, что увековечено имя человек, который строил город. Можно перечислять достаточно долго предприятия, которые были построены в эпоху его управления областью. Это и областная клиническая больница, это и центр асфор. Человек он был у нас очень любимый, простой. Еще один не менее важный вопрос повестки дня касался принятия в первом чтении бюджета города Твери на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Согласно представленному проекту, общий объем доходов составит порядка 9,7 миллиарда рублей. Общий объем расходов порядка 10 миллиардов. Дефицит 382 миллиона рублей. Ожидается, что в следующем году Тверь получит около 5,8 миллиарда рублей в качестве межбюджетных трансфертов. Областные и федеральные средства будут направлены на строительство социальных объектов, благоустройство общественных зон и дворовых территорий, ремонт автомобильных дорог. Это в основном социально направленный бюджет, это образование, городская инфраструктура. Обязательно у нас, конечно, будем софинансировать строительство детского садов, школ. Общественные слушания по бюджету города пройдут 24 декабря в 9.00 в стенах Тверской городской думы. Мероприятие состоится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и предписаний Роспотребнадзора, подчеркивают в городском парламенте. Также в ходе вне очередного заседания депутаты приняли решение об установлении мемориальной доски выдающемуся государственному деятелю Андрею Троицкому и обсудили ряд других вопросов.